Оригинальная фашистская агит-листовка с призывом к предательству Родины и переходу в германскую армию является одним из самых ценных экспонатов музея «Зеркало истории» Орловского 18-го лицея. О том, как они распространялись, ребята обязательно расскажут на предстоящем уроке. Стас, расскажи, как тебе удалось собрать столько информации об этих листовках? Эту информацию мы собрали благодаря разным литературным источникам, благодаря интернет-ресурсам, которыми мы пользовались в большом количестве. Это были холостые снаряды и туда помещались эти листовки. Соответственно, снаряд разрывался и листовки разбрасывались по округе. А еще ребята знают всех до единого орловцев, участвовавших в первом параде победы. Всех наших земляков, ставших жертвами Освенцем и их освободителей. Каждого уроженца Орловщины, который в годы Второй мировой состоял в европейском сопротивлении. Все эти истории ученики 18-го лицея собирали в ходе многомесячных исследований. В 2019 году наш музей «Зеркало истории», пройдя конкурс на отбор, стал партнером музея «Победы на поклонной горе». Единственным среди школьных музеев Орловского региона. В рамках сотрудничества на следующей неделе мы приведем урок «Победы». Это будет видеоурок «Победы». Планов на 9 мая в лицее было много. Ученики готовили целый ряд мероприятий, но пандемия сюда внесла свои коррективы. Правда, ребята от идей все равно не отказались. Одной из таких стал проект «Наш прадед-герой». Сначала ребята готовили целую экспозицию в музее, а теперь о своих героических предках они рассказывают в социальных сетях. Я думаю, что карантин когда-то завершится, и что мы вернемся опять в школу. И все равно мероприятия, которые были запланированы и посвящены 9 мая, мы все равно обязательно проведем. Совсем недавно успехи музея «Зеркало истории» были отмечены другой организацией – Всероссийским союзом ветеранов. За вклад в воспитание молодежи музей был удостоен грамоты общества и внесен в почетную книгу. Антон Киселев, Сергей Дьяконов. Вести. Орел.